Совершенно секретно. Вильгельм Франц Канарис. Немецкий военный деятель. Адмирал. Начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии с 1935 по 1944 года. Казнен 9 апреля 1945 года. Биография. Родился 1 января 1887 года в Аленерберге в семье управляющего металлургического завода. Дед адмирала Йоган Йозеф Канарис считает одним из пионеров промышленности в Рурской области. Самого Вильгельма с детства тянуло к морю. До 1938 года он считал себя родственником греческого адмирала и участника освободительного движения Константина Канариса. Впоследствии утверждал, что действительность его предки были выходцами из Северной Италии по фамилии Канарис, переселившихся в 17 веке в Германию и обращенными в лютеранство. Начало военной карьеры. В апреле 1905 года вступил в ряды военно-морского флота кадетом на учебный корабль «Штайн». Окончил морской кадетский корпус Килли. С 1907 года служил на кресле «Бремен», который совершил турнир по странам Южной Америки и побывал с визитом в США. С января 1910 года второй вахтенный начальник на миноносце В-162. С октября 1911 года по март 1915 года служил на легком крествере Дрезден. Участвовал в Корнельском и Фолкинском сражениях с англичанами. После гибели Дрездена в сражении у острова Мас-Тьера был интерпретирован в Чили с марта по август 1915 года. В августе 1915 года бежал из лагеря для интерпретированных лиц. В октябре того же года вернулся в Германию. С ноября 1915 года капитан-лейтенант. С 1916 года по заданию германской разведки организовал снабжение германских подводных лодок с территорий Испании и Португалии. Командир субмарины Ю-16 со 2 июня 1917 года по 11 сентября 1917 года. С ноября 1917 года командир транспортной подводной лодки Ю-27. С января 1918 года командир подводной лодки Ю-34. С 1919 года адъютант военного министра Носке. С февраля того же года служит в новом командовании флота Вермесской республики Рейхскмарины. С июня 1923 года старший помощник на учебном крейслере Берлин. 1925-1934 год. Тесно сотрудничал с испанскими спецслужбами. В 1928 году организовал подписание под названием соглашение о взаимных отношениях между полицейскими управлениями Испании и Германии. Через канал Реса было организовано обучение немецких летчиков в испанском Марокко. С октября 1926 года референт предначальники штаба ВМС. В июне 1928 года удален из главного командования и назначен старшим помощником командира линейного корабля Шлезиен. 1 января 1935 года назначен начальником военной разведки и контрразведки Аббер войскового управления военного министерства. 1 мая 1935 года Канарису призвольно звание контр-адмирал. С февраля 1938 года, после создания верховного командования Вермахта, назначен руководителем управленческой группы по общим вопросам и ему были переданы отделы Аббера, тыла и пенсионного обеспечения. С июня 1938 года руководит только Аббером. С 1 апреля 1938 года в звании вице-адмирал. Был связан с заговорщиками, которые планировали свержение гитлерского режима накануне вторжения в Чехословакию. Среди более активных заговорщиков был офицер Аббера Ханс Остер. С 1 января 1940 года в звании адмирала. В 1940 году получил сведения о планах Великобритании по захвату норжеверских портов. И эта информация, переданная командованию германского флота, дала возможность вермахту быстро осуществить оккупацию Норвегии. В это же время заявлял прямые контакты с шефом британской разведки Мезенцем. В 1942 году положение канариса пошатнулось после провала операции «Боярышник», восстания в Южной Африке, операция «Тигр», афгано-индийский конфликт, операция «Шамиль», восстания на Кавказе и другие. В начале 1943 года несколько сотрудников Аббера были арестованы гестапо по подозрению в подготовке на покушение на Гитлера. После целого ряда провалов операции, возглавлявший Канарисом Гитлер в феврале 1944 года объявил ему об отстранении должности, заменив его Георгом Хансеном, а также о том, что большая часть Аббера переходит в подчинение Главному управлению имперской безопасности СС. После отставки Канарис был помещен в Занамок Лауэнштейн, покидать который ему запрещалось. С июня 1944 года уволен в запас. Работал на британскую и американскую разведку в 1943 году. Имел личные встречи с шефом Стюартом Мензинсом и руководителем управления стратегических служб США Уильямсом Донованом. С июля 1944 года адмирал к особых поручений, начальник штаба при ОКВ по вопросам торговой и комиссической войны. В середине июля 1944 года бывшие сотрудники Аббера поставили ко дна Айриса в известность о готовящемся покушении на фюрера. После 20 июля 1944 года был арестован. Следствию не удалось доказать его причастность к заговору. В начале февраля 1945 года вместе с другими последователями перевезен в концлагерь Флоссенбург. Через несколько дней были обнаружены дневники Канариса, в которых он подробно описывал, как работал на британцев. 8 апреля специальным судом во Флоссенбурге под представительством начальника отдела 4Е Контрразведка штандартфюрера СС Вальтера Гуппенкотена был приговорен к смертной казни и 9 апреля повешен. Награды Орден Освободителя 5 класса. Орден Короны 4 класса. Железный крест 1 и 2 класса. Нагрудный знак подводником. Крест за военные заслуги. Железный полумесяц. Почетный крест Первой мировой войны. Медаль за выслугу лет в Вермахте 1, 2, 3 и 4 класса. Испанский крест в золоте с мечами. Крест за военные заслуги 1 и 2 класса с мечами. Пряжка к Железному кресту 1 и 2 класса. Орден Креста Свободы. Финляндия 1 класса со звездой и мечами. Орден Креста Свободы 1 класса со звездой дубовыми листьями и мечами. Немецкий крест в серебре.